Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу подвести с вами итоги коллекции Wooden. Это коллекция деревянных кухонных аксессуаров, которая оказалась очень популярной и стильной. И такие видео, посвященные отдельным коллекциям, создаются специально для вашего удобства, чтобы при поиске видео на YouTube вы могли ввести, например, коллекция Wooden Fixed Price и получили бы готовое видео, где все товары из этой серии есть в одном ролике. Ну и давайте мы с вами начнем с лопаток. Есть две вариации лопаток с прорезями и беспредназначенной, естественно, для переворачивания ингредиентов мяса, рыбы, оладушек или чего только можно. Размеры 33 на 8,5 см, состав нейлом, бамбук и нержавеющая сталь. И вообще мы буквально на днях с вами рассматриваю коллекцию Vitrium, где были представлены стеклянные баночки именно с бамбуковыми крышками, очень популярные. И как раз в сочетании с аксессуарами из коллекции Wooden вообще получается очень классный комплект. Еще один удобный вариант лопатки в применении. У меня подобного плана есть, но только она полностью силиконовая. Это лопатка за 77 рублей. У нее размеры 25,5 см, продается на разных цветах, черная, белая, серая. Ширина самой лопатки 5 см, материал силикон, бамбук и нержавеющая сталь. Кулинарная кисточка. В этой коллекции кисточки стоят 77 рублей. Тоже продается в трех цветах, белая, черная и серая. Общая длина 26 см. И материалы такие же силикон, бамбук и нержавейка. При этом ширина самой кисточки 4 см. Половник. Длина 28 см. Цена такая же 28 рублей. Материал нейлон. Размеры 28 см. Это длина половника. И диаметр 8,5 см. У этого половника имеются специальные углубления на боках, которые позволяют аккуратно наболевать жидкое тесто для блинчиков на поверхной сковородке. Металлический венчик из нержавейки. Тоже имеет ручку из бамбука. Длина 27 см. Стоит 77 рублей. Подобного плана венчик у меня есть полностью из нержавейки, из ручки из нержавейки. И вот знаете, мне понравилась именно ширина самого венчика. За счет того, что он не мелкий, взбивает какие-то жидкие предметы, тесто или же, например, яйца, более пышную пену. И мне вот такой размер венчика очень нравится. Чайная ложка за 55 рублей. У этих чайных ложек ручка уже выполнена из акации, но все равно хорошо сочетается вместе с предыдущими аксессуарами. Два новых варианта овощечисток. Это обычная продольная овощечистка за 77 рублей. Есть второй вариант овощечистки с поперечным расположением лезвия. И у нее уже лезвие плавающее. Состав такой же нержавейка, ручка из бамбука, а также полипропилен. Вообще, судя по отзывам, эти овощечистки оказались неплохими, но больше всего предпочтение покупателя, насколько я поняла, отдают именно второму варианту с поперечным лезвием. Маленький нож для фруктов. Цена 77 рублей, длина 19 сантиметров. При этом длина лезвия 8,5 сантиметров. Это нержавейка и ручка бамбук. И вообще, этот нож можно использовать не только для фруктов, но при этом и для очистки овощей. Очень удобно держать его в руке. Но главное, хорошо заточить для этих целей фикс-крас. Еще дополнительно можно найти японский точильный камень. Универсальный нож за 99 рублей. Имеет длину 25 сантиметров, длина лезвия 13 сантиметров. Состав нержавейка. Этот нож подходит для нарезания любых предметов, любых продуктов. Для сыра, колбасы, мяса и рыбов, полуфабрикатов и других продуктов. Маленькая продолговатая доска. Это бамбуковая доска за 149 рублей. В прошлом году я покупала такую доску. И знаете, мне она понравилась просто в качестве сервировочной тарелки. Например, для сыра, для мяса, для каких-то мясных нарезок. Использовать ее по прямому назначению в качестве доски для нарезания продуктов мне не понравилось. Потому что за счет того, что она узкая, естественно, с нее все будет сваливаться. Но вот в качестве такой сервировочной посуды ее можно использовать. И еще в этой серии есть столовые приборы. Это чайные ложки с длинной ручкой, большие столовые, суповые ложки, вилки есть. И все они с красивыми буквами. Вот такими резными ручками. Стоит 55 рублей. Выглядит, правда, добротно. И второй вариант доски. Размеры у нее 28 на 20 сантиметров. При этом она также выполнена из бамбука. Стоит 199 рублей. Имеется специальный желобок по всему периметру доски для того, чтобы стекали соки от продуктов, которые вы нарезаете. При этом отзывы по этой доске разделились прямо буквально на два лагеря. Кому-то из покупателей доска очень сильно понравилась. Но кому-то попались бракованные варианты. И доски трескались. И еще одна деревянная новиночка. Это уже не коллекция Wooden. Это коллекция Oktoberfest. Но, мне кажется, по своему внешнему виду очень хорошо сюда впишется. Это специальная подставка-минажница для различных закусок. Которая состоит из деревянной доски с тремя маленькими углублениями, куда ставятся стеклянные стаканчики. И сюда можно насыпать какие-нибудь сухарики, чипсы, орешки, фисташки, семечки и тому подобное. Стоит такая подставка 299 рублей. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилась ли вам эта коллекция Wooden. Может, что-то покупали. Как вы смотрите на деревянные аксессуары на кухне. Нравится вам этот стиль или нет. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по этой коллекции была для вас полезной. Большое спасибо, что поддерживаете такую идею. Видео, где я подбираю только товары одной серии, одной коллекции. Очень приятно, что вам такие обзоры нравятся.